Доброе время суток, уважаемые зрители и подписчики канала Вечный Пилигрим. Сегодня я предлагаю вашему вниманию бой на СТРВ-103.0, шведской ПТ 9 уровня, и параллельно выполнение ЛБЗ номер 15 закаливаться на Химеру, то есть 8000 суммарного сисли на свет и урона личного и так. Бой получился интересным, а потому я бы попросил вас поставить лайк, прокомментировать данное видео или подписаться на канал. Итак, что мы будем делать? Я, если вы заметили, спрашивал 49-й, поедет ли в куст, но в куст он мне не ответил. Я смотрю, что он у нас вообще АФК. Давайте вот так по никнеймам, вернее, не по никнеймам, а по танкам и делаю. И я понимаю, ехать в этот куст сам. Труба, сетка у меня есть, так что вперед. Забавно, что реплейт обрает 0-0 перезарядку. Ну давай, на бок с ним. Ну что ж, за свет пошел. Однако, что-то начало не очень интересный. Скорпион отделался станом без урона, вафля ушла без урона. И мне как-то подобное не нравится. Еще что я жду. Я жду, пока появится их 49-ка. То есть их АУТ, мне надо его локализовать, чтобы понять, как есть удар. Скорпион умно, он понимает, откуда светит, начинает бладить. Из хорошего 49-ка светится. И уже успела ввести. Ну и Скорпион тоже. Однако, я, конечно, надеялся на более красивые цифры засвета. Ну, что есть, то есть. Наш 49-ка прижимается, и этим не выпускает Скорпиона, да и прочих. То есть, вот как минимум, вот на вот этот холмик. Это нехорошо, я бы мог бы засветить. Есть там какая-нибудь бабаха вылезла. Но от моего на свет огребает 49-й. Это хорошо. Бабаха, однако, не совсем не на холме, на базе. И уже успел обрести. Ну, по-моему, не помыть. Вот это уже по-моему. Там основа 49-ка, конечно, да, насветил. Это что мне не нравится, то в противнике не появляется вот у того камня. Не светится никто. Я не верю, что при 4-х ПТ и 3-х стажистом, то есть и сухо, должна быть там. Но никто не светится. И никто не может забрать этого 49-го. Его везет. Ну и Скорпион, допустим. А вот и Скорпион легок на помине. Начинает блатить. Уже борется в таком. Веренично это продолжает. Избитая гусли, а это не страшно. Может успокоиться. 49-ка с 11-ю ХП. Появляется и думал, вот бы ее убью. Да, типа ее убивают. Да, пополам мы сейчас 11-ю ХП делим с нашим ОЛТ. Но, тем не менее, самое главное, у них теперь светляков нет. Счет 1-0. Да, при свете, как бы надеялась, что будет уже более красивые цифры. Но Скорпион переходит на фугасы. Попадает не в гуслю. Это хорошо. Попал бы в надгусечную пауку. Мог бы повесить пробитие на свои 600 плюс фугасы. Ладно. Пора сваливать. Нисколько потому, что Скорпион блайндит. А сколько потому, что, так сказать, пользы нет. И куда ехать? Вставать. Думаю, на вот это подвесить у нас ударную ПТ-шну. А что там? Там толпа. То есть даже если кто-то засветится, то мне дадут максимум мои 396. Дальше он либо уйдет, либо просто его раздолбали. И второй пункт. То есть, а кто там будет светиться? Там коцаные и нашуганые вафли с бабахой. И шотный Скорпион умный. То есть, ну толку нету. Стоять, светить. Я решаю, может, что на горе парится. Вот даже торможу, раскладываюсь. Но это оказалось зря, к сожалению. Ладно, без последствий ее. Так себе. Решает продвигаться пункт там дальше. Раз уж там нашел, ты даже полн занял. То, что гора... Да, откровенно проигранно. Нежилый Хэви. У нас там до 430-й У. Но у них-то есть фуллова 430-й Суду. Начинаю стрелять по Хэвику, но... Снаряд летит не туда, куда я целил, поэтому не пробил. Ладно. Мы продвигаемся дальше. Я наглею в игре окончательно. Встаю в курс. Посмотрите. У меня сейчас мог застить теоретический ВК. Могла светить вот эти двойни. Но я успел, правда. С горы меня могут в легкую светануть. Но... Говорится, на кону лабазе. На кону урон. То есть, результаты боя. Кто не рискует, тот шапанского не пробует. Да, я знаю, что не будет, но тем не менее... Я устраиваю с поудобным вкусом, потому что вижу, что противник начинает скатываться с горы на нашу сторону и появляется борт Хэви. Вкусняшка. Еще и ассист мне по нему капает. И вот этих на ХП надо добивать. Жду, пока он скроется хоть как-то за деревоем. Плюс он станет заметить не должен. Да, он не замечает. Очень хочется меня построить по башням вот тех товарищей. Но глядите, 430 у них, упар, десятку надо забирать. Тем более, сейчас он пойдет светить нас и будет тут с горы, все будут стрелять. Все их танки. Поэтому я ценой... Да, собственно, засвета. Даю тычку. Его забираю. Конечно, я немножко протормозился с переходом в подвижный режим. За это получаю по полный риск. Включаю боеукладку в минус. Что же? Мы тут в основном светим, поэтому без боеукладки как-нибудь переживем. Полтора минуты. Вот вторая гусла, было бы страшно. Подряд. У нас КДР чуть меньше 14 секунд теперь. И интересно. Эмиль, второй, подставляется. Он встанет. То есть он меня сейчас даже с твоей дистанции не увидит. У меня еще ассистка от 1430. И надо, в общем-то, чистить гору дальше. Скорпиоши. Моя бич. Нет. Не хочет подставляться. Ладно. Посмотрите, вот что труба раскинутая делает. И точно стервы. Скорпиону отвечай. Отправленный гранд. Опять засветились, но мы забрали там. Противник, причем на этом танке умный. То есть, ну, мог быть опасен. Однако убрали. По мне промахиваются. Везет. То есть в АК-шке проблема, он встанет. То есть с точностью там вообще никак. А счет, несмотря на наши усилия, вот 4000 суммарного убития, все еще 7-7. То есть как бы совершенно недостаточно для победы. Ничья, да. То есть так будет продолжаться, то и проиграем. Эмиль подставляет в голову. У меня подкалибер премиумный. Тысячи от пробоя. Эмиль подгар. Теперь дальше. Что важно, это была одна из девяток. Одна из девяток. То есть там ВК-шка тридцать сторонних. Ну, обзор уже похуже, чем у Эмиля. Да, в Афлях, конечно, обладает маскирует. Там 430, но хотя бы девятку мы и минусанули. ВК-шка. Виден только куполеб, но его крайне активно разбирают. Мне даже что-то с него капает. Желимся. Часто тридцатый уходит. Сейв от меня. Ну, ВК-шку, собственно, вот он остается в ланшотном. Его можно забирать. Его надо забирать. Девать минус так. Счет был только что 7, стал 10, 8. Уже более интересно. Наконец-то показываю. Я обращаю внимание, где ИСУ у них. Все, то есть никаких сюрпризов не будет, что она у меня под носом в лесу вылезет, если я туда поеду. А я туда собираюсь. Причто вы видите ситуацию, что 32-й где-то там, на горе три танка, и в общем-то их держит прочно. У нас и наша СТ-шка, и так, и СТ-шка топовая, и ИСУ-шка, и Скорпион-то реки. Так что, ну, можно и даже нужно ехать дальше, потому что, смотрите, ситуация у меня 5-300, ну, 5-400 почти суммарно, мне хочется 8. То есть надо рисковать. Я рискую. Я опережаю этот куст, не знаю, что мне может быть подходить оттуда, вот, выставила, могла быть выставлена вафля, и просто засветить на перекатке. Ну, все нормально. И начинаю бланить ИСУ. Надеюсь, что она отъехала от ЛК-шки, и что-нибудь я ей нанесу. Вот этот снарин, по-моему, попадал не я, но, как говорится, один выстрел, я ей все-таки наношу. Прекрасно. 50 хп, ну, не, тем более она умирает, то есть нет смысла ее сторожить, а это их хп, то есть надо ехать дальше. О, пафля. Умная, переехала, но засветилась. Еще 400 копилочку, то есть пошла седьмая тысяча, увы, мимо. И появляется, да, появляется стандарт, и я, на всех случаях, в кустах, пусть 427 метров, но тем не менее. Тычка номер один, тычка номер два, хорошо. 6900, почти 7, ну, всего тысяча, но тут два так. Так, и вот проблема. Где эту тысячу взять? Я надеюсь на блайнды, то есть, что у меня там были какие-то блайнды, чтобы какой-то ассист, который уже аст, точный, то есть который не отображается. Я уже ломаю домик, потому что стандарт явно подставляется в башне нового дома. И перекатка 430-го, явно свечу я, тычку, ну, светиться я и не должен. Еще одна тычка, и он ваншотный, он на нос, если он снимается, который я у вас, 7800, блин, мне надо, у 60, 159 хп, здесь 149, мне не хватает, 159, мне не хватает, 10 хп, то есть, у стандарта есть, и тем более у меня еще 5 фрагов в войнах. Хочется. Рикошек. Это 7 990, бой я заканчиваю, будто думаю, что повезет, не повезет, и как вы можете видеть результатом, там был остаточный ассист. Я выполнил эту задачу параллельно своей игре. На этом все, спасибо за просмотр, до новых встреч.